МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это программа Эх, дороги! И я, ее ведущий, Максим Суханов. Ну что ж, друзья, с началом недели всех! Ну а мы, в свою очередь, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Мы вновь находимся на улице Монастырская в центре Перми. Почему говорю вновь? Потому что там, где я сейчас нахожусь, мы были две недели назад. Сдали новый дом, Монастырская, 70. И вот была в чем проблема. Люди выходили и упирались в проезжую часть. Здесь нет никаких пешеходных переходов. Вокруг заборы были и сугробы. Но сейчас, хочу я вам сказать, не знаю, после нашего эфира или нет, но ситуация изменилась в лучшую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В частности, вот смотрите, почищен тротуар. Когда мы были здесь две недели назад, была узенькая тропинка. Но сейчас видно, что это асфальтированная дорога. Второй момент. Чтобы не нарушать правила дорожного движения и пройти вон до того пешеходного перехода, людям нужно было идти прямо по проезжей части. Сделать это, конечно, было невозможно, если только отчаянно это делали, потому что здесь как раз поворот, движение очень интенсивное. А вот на этом месте был сугроб. Вот, пожалуйста, его почистили. Наконец-то, как говорится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте, конечно, напомним, как это выглядело. Вдруг кто не видел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, конечно, что сугроб убрали, и теперь хотя бы люди идут не по проезжей части. Но, тем не менее, вопрос, конечно, у многих вызывает то, что здесь за забором. Сейчас, как мы видим, здесь автостоянка. Хотя, судя по арматуринам, должна была быть, скорее всего, не автостоянка. Но я не буду сейчас сделать никаких громких заявлений. Просто констатируем факт. Конечно, еще предстоит разобраться, что же на самом деле здесь должно быть. Но то, что забор тут стоит, и у людей вот такая вот узенькая тропинка, это, конечно же, как мне кажется, неправильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а сейчас мы находимся на улице Петропавловская между улицами Попова и Куйбышева. Дело в том, что здесь и елка, самая главная городская, здесь замечательные ледовые скульптуры. Приезжать сюда с детьми одно удовольствие. Но есть большая, на мой взгляд, проблема. Здесь постоянно нарушают правила дорожного движения. Вот выход. Один из выходов с этого ледового городка. И люди иной раз переходят дорогу, кому нужно попасть на улицу Осинская, либо дальше вот на трамвайную остановку. Здесь нет никаких пешеходных переходов. Люди нарушают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот условно, давайте представим. Вот я выхожу из городка, чтобы мне перейти дорогу, а мне нужно попасть на улицу Осинская. На Попова, ну, метров 150 нужно пройти до светофора. На Куйбышева еще больше, метров 200-250. Но мы же люди, которые ценим свое драгоценное время и иной раз, к сожалению, подвергаем себя риску, вот перебегая таким образом дорогу. Плохо это, конечно. Так вот, мне кажется, никому бы не помешало, а было бы даже на пользу, чтобы здесь появился пешеходный переход. Не светофор, а именно пешеходный переход. На самом деле не хочется, чтобы было так, как сейчас в индустриальном районе на улице Мира. Там светофоры установили буквально через каждые 100 метров. Иной раз автомобилисты стоят просто так, людей нет. Вот и здесь нужен просто пешеходный переход, потому что в будни людей ходит здесь не так много. А вот выходные здесь, конечно, нарушители хватает. На сегодня все. Это была программа Эх, дороги, и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего вам всем настроения, ну и самое главное, удачи на дорогах. Пока.